добрый день я сегодня хочу затронуть опять таки тему генералиссимуса и вот опять эти вот люди джугашвиливцы вылезают вот эти вот которые люди спустили крым латвию литву эстонию финляндию вот эти прохановы вот они сегодня на теле мостах у соловьева соловьев там развернул целую большевистскую пропаганду джугашвили все какие они молодцы что 3 октября они были героями это вот девяносто третьем году вот это тусовочка хазблатов русской вот я хотел бы по этому поводу ну и состоялся я вот сейчас юридическую тем что вроде как и не прохановцы не макашов устроили путь а как бы что-то вот как бы народ россии тут виноват глубоко перед ними я сейчас объясню почему дело в том что вот на этом теле мосте был опять таки не упоминаемые мной часто депутат станкевич который поставил их прохановцев в тупик потому что нашего джунашлюхи они что-то там лопочет лопочет а в сути дела то они понимают но а этот человек достаточно грамот я его не упоминал что именно он тогда поднял вопрос что эсэсовские режимы прибалтики устроили практически переворот путь такой техи с помощью подделки выборов формируя таким образом округа чтобы как бы ну такую систему протеида сделали что русские там ну допустим белый человек имеет пять голосов а негр русские ну имеет один голос ну вот примерно вот это вот так они устроили сегодня это запад аплодирует что довольно меркель и довольно все хорошо русское население даже гражданство в этой быть в этих эсэсовских ну в общем государствах которые государством даже стыдно называть вот и я хочу сказать потому что это одна сплошная мерзость ну и вот когда там его вызывали в колуар станкевича там мы поговорили с ним точно вот и и как-то вопрос замяли вот больше две тысячи там всяких этих советских коммунистов тогда на съезды собирали только коммунистов потому что другие недостойно это черни она не коммунист они не были достойны они вы даже в принципе не могли участвовать вот вот такая была замечательная система у коммунистов вот то их в общем ты не за рубеж то не выпускали ну типа как собаку держали это проханова очень устраивал что он тащился вот этот джунь хуй 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 бин проханов да ему это нравилось вот эти хуй бины собрались при полной поддержке коммуниста и миллиардера соловьёва значит вот они значит распалялись там доказывали там жертв вот и среди событий 3 октября 1993 года мне жалко только ребят баркашовцы остальных мне абсолютно не плевать на них на этих коммунистов так вот понимаете не жалко людей новочеркасские которых они расстреляли не рожок крестьян которых они гнобили убивали там миллионами вот таких людей не жалко этим досталось ну в общем одна группировка коммунистов подралась другой группировкой коммунистов такая лита кпсс который уже собственно делала г-шефт не особенно и который чокнутые полудурки которые все-таки еще хотят построить коммунизм и на луне и на марсе и и другим народом они же там в космос послали первое сообщение ленин партия комсомол ну идиоты полный ну ничего на планете они получат они что-нибудь поймут да там они как бы должны сразу загореться вот именами пойду сразу строить как там только получится это сообщение вот и вот как бы аргументация но станкевич их поставил на место говорит вот таким образом поставил в тупик как баранов перед и он их поставил вот ну такой аргументация ребята вы говорите что вы там зорькин вашего враль этот судья там вот это вот что они там якобы могут что якобы путь был наоборот на стороне там вот вот так и ну ельцинской тусовки ну я хочу сказать я не сколько не испытывала симпатии кельцину если бы его даже сместили даже может не совсем закону хорошие люди да то дурпе одначе какой-нибудь генерал лебедь я бы было бы ну я бы сказал ну нарушил нового блоги же а ведь это вот люди страшные которые вот эти вот выберем и кампучии они пришли к власти вот в кампучии не было ни нефти не газа они съели половину населения не шучу этого ну вот в россии было еще кое-что кушать там нефть и газ и алмазы и все поэтому как бы съели гораздо процентном отношении меньше а так то больше но я хотел бы вот какой момент у станкевич и как бы заявляет им ребята а ведь ну ельцин то обратился к народу с референдумом что мы какой выбираем коммунистину суть кратко вот сейчас не будем вдаваться коммунизм мы выбираем или все-таки строим как у станкевич горит буржуазмы безграмотно рыночную то есть дебилизм или рыночная экономика вот такое и народ россия отметил все-таки рыночную экономику ну и тут а значит а параханов начал вещать один из них начала тут они начали себе противоречить не значит это никакой был не коммунистический путь другой значит начал взвизгивать проханов что это была последняя коммунистическая попытка то есть но у них у самих они там как бы вот забрались а потом станкевич объясняет что вы начали менять законы вот делать что хотели а проханов только ты и демократия . коммунистика заговорил о демократии вот вот ведь как вот когда им надо это демократия вот тогда давайте коммунисту а вот когда надо крестьян там загнобить и там так сказать выбросить на голый снег там зимой там там из и отобрать там последнюю лошаденку избу шубу там все сказать вот подыхать ту лесу вот тут мы про демократию не вспоминаем и нам это ты как бы совершенно это не надо но я хотел бы на юридическую часть вопросов все таки чтобы они не мыслили себя как велики мы мол имели право мы на той как бы и дума там и парламент ну как угодно нет не имели вы право если референдум если народ сказал вы никакого права рот свой открывать гнусный не имели право не имели право уже один раз разогнали учредительное собрание вы народу высказаться правильно правильно люди голосовали за не за кого я хотел не за пиночета не за лебеди а они голосовали за за ельцину да ну я вот тоже вынужден был с этим считаться а что дел ну я как бы не стал убивать своего соседа которые другого мнения там которые вот придерживаются другой партии а ну как бы действую часть допустим методом убеждения не просто кидаю гранату не согласны как делает всякие олигофрэн коммунист ну давайте посмотрим дело в том что вот ну с одной стороны там был макашов этот джугашвили они там все-таки мир все-таки хорошие но почему-то пока не власть нельзя а вот как только они власть берут это так любишь где по всему миру лилась рекой кровь бедствия убийства болезни эпидемии тифт черти знает разруха ну вот сейчас бы если макашов и все вот эти это компания взяли власть то русской там и прочее а вот уже наши люди значит у нас есть часть очень неумных людей они сначала по избрали везде ну ладно ельцин избрали потому что он первый коммунист который вообще согласился на выбор понятно вот наших людей вот не проголосовать за не за коммуниста не получается ну по крайней мере тогда сейчас изредка получается ну тогда это все было это просто сознание не удерживал как это избрать не коммуниста вот в бандерлянде турчинов коммунист вальцманцы коммунистов вот пожалуйста все они все как так сказать как это вот какие-то зомбированные мозги вот они даже вроде умный человек смотришь а как на выборы пришел был дурак дураком в общем по выбрали коммунистов мы потом значит не чтобы себе сказать что мы что-то не то сделали они назвали этих коммунистов ельцинских демократами и давай другой вид коммунистов это вот если люди там едят вот что-то нехорошее там там навоз например вот этот навоз плохой а вот давайте другой пойдем другой деревне наберем его и вот этот вот вместо того что там взять какие-то помидоры салатик или что-то еще полезное нет они вот протражают надо искать надо и новый путь и поэтому пришли вот эти вот зюгановцы вот эти джугашвилевцы хунвоебины которые еще лелеют хоть на том свете коммуниздию построить хоть на том хоть денечек при колхозах и совхозах пожить потому что вот не видели они этой коммуниздию не видят до сих пор и никогда ее не будет ну а вот понимаете вот все пусть все сдохнут но дайте им коммунизм и вот я хотел бы обратить внимание что вот в нашей конституции записано народ высший носитель власти вы ничего не имели права не имели права никаких поэтому вот этот путь он был абсолютно незаконным я могу понять ребят маркашовцев который повел баркашов ну и практически погубил хорошие ребята вот они но понимаете но вот какой-то странный у них лидер машину но и и плавающим добра жила вот начнем с того что вот эмблема не себе ну я допустим нас и так называли фашистами там приписывали вы час эти коммунисты которые сотрудничают сейчас бандеровцами они нас называли коммунистами они себя назвали тогда демократами эти коммунисты ельцин а нас называли фашисты ну и вот получается вот маркашовцы цепили эти свастики ну которые наоборот я понимаю что это славянский символ что это не совсем то что было у гитлера там что крест закручен там другую сторону но понимаете объяснить это вот как бы народу ведь и каждый политик должен на себе как сказать иметь свою голову понимаете и вот сегодня мы пожелаем вот эти вот плоды вот этой неумности не в патриотическом движении да вот в бандерлянде на полном мире и вот уже сто человек под этой сурдинки и сожгли сожгли и я вот встречался на площади калинина нового в первых это как это группа была бракашовцы очень неконтактные ребята но я вижу что они нормальные переживают там но я подошел вроде там на площади калинина с одним то сё ну знаете не то не сё вот я говорю обчел такой зачем можно был другой какой-то блин подобрать перезачем такой нелогичный просто скажем же шаг ну то сё в общем ушел от ответа очень закрытая такая организация вот оно и привело что они остались в изоляции ну и критерова сказки смешные что к бойцам битязи в отстанки на не прибыли что-то исключительно побрататься подарить розы там еще что-то когда там и до этого не брали знание там кого-то хватали за грудки вышвыривают но и не может и не очень жалко ельцинских этих коммунистов но я хочу сказать а почему какие-то баркашовцы должны занять место ельцинцев были с какой стати может быть народ решил бы по-другому я вот как бы так думаю и вот я хочу сказать что ну вот и там слезы вопли русского там что вот ну хасбулатов не глупый мужик вот знаете с этими глупых мужиков у нас как как-то он чеченец по национальности с чечнёй у нас вообще какие-то визу 300 миллиардов пропадает какие-то схемы и вот совершенно мы бы не имели бы могли займите непредсказуемый вариант и действительно но вот взяли бы коммунисты они там большинство да и чё и я 5 останки на и на завтра уже один канал телевидения опять и одни книг книга карла маркса да и не художественной никакой литературы выехать и зарубеж не имеешь права как купить квартиру не имеешь права купить дачу не имеешь права просил коммунистов многие ему вот вот это скотство все ну это риск был очень большой вот этого всего 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 за ими то время как ну да вот этот ельцин крайне неудачный вариант так сказать выбора нашего народа но не последний же президент и других странах так бывало один удачный другой неудачный вот история там покажет на нельзя смотреть ну и я вам хочу сказать они все обижаются народ нас все приедали да вам ник и вы еще иуды и вас и мы считаем иудами земли русской вас зюгановцы почему мы вообще вас должны поддерживать почему если бы ну достойные люди какие-то боролись но может не совсем законными нет может быть если было бы провозглашено что хотя бы вот как у навального что это против коррупции так ведь даже и этого не было было вот джугашвилевщина макашовщина вот чё было вот это давайте не забывать поэтому я вот как бы юридически а потом везде вот это пропагандонство соловьёва было что якобы вот народ виноват народ неправильно на референдуме ответил а они действовали законно здравствуйте нет ну и потом давайте я не хочу быть голословным давайте посмотрим рекордсмен по референдумам это швейцария швейцария вот эмираты богатая страна у них есть нет в швейцарии ничего не зато каждый закон них проходит референдум каждый закон одобрения не все законы там хорошие не все наверное президенты тоже были очень хорошими так но благодаря вот этой системе самой сверх демократичной уровень жизни у них три раза больше чем сша так что я думаю что как раз надо утверждение народовластия утверждение каких-то демократических норм и когда вам говорят что это тофта но понимаете вы если избираете коммунистов вы сами во всем виноваты вы понимаете молотком можно и гвозди забивать а можно черепа поворотом также и билетнем бюллетене если ты не думаешь кого там ставишь ты не не изучаешь биографии ты не видишь тот сын коммуниста и ты бросил ну чё тогда плакаться то что ты ты получил то что хотел ты хотел коммунистов получил холл коммунистов получил девяносто первом году разруху все и вся и вся эта тусовка это были коммунисты сплошняком это были турчейного те же самые кровчуки и вальцманы просто другие разновидности всего доброго